здравствуйте с вами снова интернет-канал максимадзе и сегодня у нас мы сегодня продолжаем играть в gta 5 winter edition сегодняшняя серия называется blitz игра стив хейнс позвал нас навстречу подтолковать с глазу на глаз что-то там сделать в общем мы уже приехали почти к тому месту где нужно это сделать что подторможить очень пойму вот они наши любимые агенты стив хейнс дэйв нортен и андреас санчез неужели они опять какое-то грязное дело нам предложат так что это за фигня мы же вроде разобрали листвой иммиграционные проблемы и что там у тебя было мы в расчете да а я конечно ты убивал людей пытал людей совершал массу других преступлений мы с тобой в расчете и не сомневайся дэйв сделай что-нибудь с этим выстрелом да дэйв что ты собираешься на деле вот тревор о великолепно просто зацени толпа уродов из правительства их любимая шавка что он там типа она рассказывал но вы парни с радостью поможете правительству чё серьезно что ли да ну а мне говорили что если мы поучаствуем в этом деле что мы сделали то наши погрешения будут смыты мощной волной патриотизма кто тебе это сказал я эй я вообще-то главный здесь я понятно вам не они совсем можешь объяснить еще раз и я сказал же ха 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 да вы хороши три секунда слушайте нам нужна помощь кое с чем часть правительства весьма продажным но разве речь не про вас да но мы по-хорошему продажи но управление они хотят устроить панику и обеспечить этим себе бюджет вот за это не получи деньги это проблема теперь они раздобыли средства которые нам нужны для борьбы с преступностью для подкупа продажных чиновников серьезно а откуда у них деньги наркота эти ублюдки обожают торговать наркотой а видать все это любят делать вы думаете что деньги пойдут на финансировали у уличных войн поэтому вы парни должны их реквизировать для нас облигации повезут на бронированной машине фактеды у нас нет времени на подготовку ха ха меня это не волнует у меня нет дополнительных ресурсов все будет хорошо фактю дэйв отлично умник если все так будет продолжаться мы им скоро заборы красить будем знаешь что те тоже факт этой послушайте ничего не поделаешь как же мы все это провернем о не знаю даже придумал классический blitz это же промзона да предлагаю задействовать технику мусоровоз блокирует путь эвакуатор валит замаскируемся и все будет шоколаде будем надеяться что у этих парней из управления нет собой тревожные кнопки если она есть то подумаем что с этим делать если тогда если и когда да точно будем делать господин генерал спасибо майкл без проблем я не не серьезно итак ребята немного подробностей для этого дела нам понадобятся комбинезоны и маски мусоровоз возьмем мир парк и отгоним на участок рядом с аэропортом есть автомастерская где можно взять эвакуатор что еще а отход вот чтобы было идеально надо найти быструю не вызывающую подозрений машину основные где нибудь подачи дорог проследите что дорога для отхода была чиста это все ладно я понял что а я не дослышал можешь погромче повторить обойдешься так нам понадобится несколько вещей во-первых маски и с чего бы нам начать что у нас тут что у нас поближе вас здесь у нас находятся маски здесь что я не знаю во первых транспорт для отхода надо раздобыть вас используем в качестве этого фургон франклина дело в том что именно франклина о брата не елда по киуме эти же тиши ведь и же чужие контакты воруешь контракты точнее ты сжег ферму убил моих братьев у тебя слишком много братьев пришлось вредить немного ты умрешь монопага а мы все живем и умираем таково проклятие рода человеческого но впрочем если ты хочешь забраться приезжай лос-сантес виспучи до встречи выродок деревенский я приеду не знаю когда но приеду я тебя и твоих оставшихся братьев уделаю потом вообще без проблем так короче мы я не знаю зачем мы едем по моему за эвакуатором мы сейчас едем затем возьмем транспорт для отхода я вот помню что на нем поедет только франклин поэтому мы используем фургом франки подозрению на субах не звать потому что мы на нем очень редко ездить осторожно учен за мной палец и будет пошел нафиг а блин может наверное не стоило убивать их если бы я бы их не убил они бы вызвали полицию но так они успели уже это сделать хорошо хоть звезда 1 всего если мы ускоримся то отстанем от них так мы доехали и опять пресвись да что же такое минутку эвакуатор на участке так в общем кстати помните в начале видео было как сцена где был где стив хейнс нам давал задание ведущий передачи знак краевля короче говоря вот он был в кожаной куртке на этой кожаной куртке должны быть четыре надписи желтыми буквами фай б должно быть написано в пиратской версии их почему-то нет не знаю почему меня но они не табр не отображаются странно как-то очень она в общем короче переключился сначала на франклина но это вы не увидите потому что его фургон оказывается не годится для отхода может быть фургон майкла подойдет о отлично это транспортное средство можно использовать для отхода для отхода а вот да я фургон свой использую вот здесь идеальная укромная местечко далеко конечно но подходит грей чапрал отличное место прошлом прох первом прохождении то же самое делали ну и чё где звонок может еще может еще подвинуться а господи надо самому это сделать забыл уже бы автомобиль для отхода на месте готов к старту здорово и где он грей чапрал теперь надо маски получить но надпись исчезай давай так вот здесь можно маски купить купить маску для франклина ну-ка секундочку давайте посмотрим я бы хотел сделать так как на арте это опять сейчас посмотрим а вот короче у франклина вот такой череп для майкла вот такая каска для тревора вот это морда блин по-моему тут не видно тут надпись тут видите надпись загорожен я в других не смог найти просто также нам надо раздобыть комбинезон комбинезоны 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 я позаботился о масках не беспокойтесь о них теперь так давайте вызовем такси посмотрим какие комбинезоны у них кей тратя себе выкису а отлично долго ждать не придется комбинезоны находятся здесь так у майкла серый у тревора зеленый у франклина синий окей найти арт который нужен был читая трудно было найти его так у франклина синий видимо синий того вот этот для майкла майкла серый у тревора зеленый отлично купили осталось только раздобыть пусыровоз но а звонок всем привет мы раздобыли комбинезоны так так вот он приехали надо нет это тебе факт я бы показал блин блин мусорный мешок мешает извините но мне срочно надо ехать но он полицию вызвать собрался да ё-моё надо было надо было расхреначить надо было свинец в башку ему так короче пригнали пусыровоз и можно начинать наверно можно приступать крабить бронированную машину мусорщик до сих пор помечен на карте я устал уже честно говоря вы готовы это сделать да у нас есть все что нужно ну ладно тогда начинайте когда возьмешь груз отвези его дайвину уэстона он был с нами в комнате внутренних дознаний он крупный инвестор так что веди себя подобающе я буду вести себя так как должны вести люди присутствует их друзей ладно пора начинать привет чё я как дети он здесь значит работаем мы снова рискуем жизнь чтобы ограбить каких-то долбанных убийц правительства ооо так привет слушайте план такой так тревор да ты должен дежурить здесь ты на стрёме когда проедет бронемобиль подай сигнал окей я буду здесь в мусоровозе который заблокирует дорогу Франклин ты в приулке на эвакуаторе надеюсь они остановятся прямо перед тобой и если это произойдет врешем как следует бам и тогда будем надеяться а после этого подрываем дверь хватаем наличку облигации и что там еще и везем все к Хейнсу как то не сомнительно ну я не против лишь бы самому оказаться под обстрелом ладно если что-то начнется мы разберемся глядите вова рисковать будем мы так нормально а ты профессионал конечно ну что хочешь то не в клоунских костюмах о точно костюмы чё ну ка посмотрим что у нас здесь да ты точно настоящий профессионал ха 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 капец какой да по моему треверс действительно клоунский костюм то и достался да в первом прохождении именно в этой серии впервые появилась эта музыка которую вы сейчас слышите далеко ехать не надо инкассаторский фургон должен проехать прямо здесь такти я прибыл сколько там времени осталось ну-ка поищем вон они едут приготовься так майк давай дави на газ а я на месте пранклин начинай а график коммунальной службы изменился я этих я этих чуваков беру на себя это было красиво всем выйти лечь на землю бегом ого я оглох вообще давай выходи вычезти фургона я займусь с охраной о боже мой сигнализация сработала копы нагрянулись с минуты на минуту а сейчас приедет целая армия кнопка видимо у них есть сюда едут копы и их очень много пранклин оставайся в укрытие я останусь здесь с винтовкой мы отсюда так просто не выберемся займем ворону если увидим брешь тогда и рванем а началось да тут лучше играть за майклей да потому что у франклина есть крутая способность замедлять время в перестрелках который повышается при выстрелах в голову с задней стороны тоже есть вот видите как это красиво работает чтобы эту способность повысить надо стрелять в голову видите как повышается желтая полосочка вон там внизу слева кончится они еще не скоро это я вам уверяю о тревер там вон он там сверху стреляет из гранатомета блин сколько их еще а давайте давайте постреляем за тревера у него хотя бы этот 15 этих штук еще есть ой-ой-ой блин это тело валяться передо мной все время будет да 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 ё-моё ну а а вот еще один блин я думал ноги не удержит его да да Жаль, что у Франклина нет способности в перестрелке. У него способность машин, на машине ехать маневрами полезными. Жалко, не успел с лестницы застрелить его. Красиво тогда упал бы. Да-да-да, вижу. Точнее вас слышу, но снайперов пока других не вижу. А, вот он. Все в опасности, да что ж такое. А, вертолет. Отличное попадание. Так, на Майкла давайте лучше. Так, их уже немного осталось. Так, Франклину надо сесть в мусоровоз и уезжать нафиг отсюда. Да. Подожди немного. Да, к координатам отхода путь будет не близкий, поэтому... Чик-чик. Опять. Который раз уже чик-чик. Ой, блин. Все, приехали. О, отлично, у нас как раз одна бомба осталась. Расходуем ее. Отгоним фургон подальше, чтобы он не загорелся вместе с мусоровозом и травой. Смотря на то, что здесь снег, он будет гореть так же, как и трава. Все в порядке? Да, я с мусоровозом разобрался, это все нормально? Отлично, я как раз собираюсь встретиться с этим парнем. Буду держать тебя в курсе. Доберитесь до дома, да я видно, Уэстон. Доберемся. Как я в первом прохождении говорил. Уэстон очень богатый человек. Очень богатый в этом городе. Миллиардер, влиятельный, давай. В следующей серии мы более познакомимся с ним. Поближе, так сказать. У меня посылка для Дэвина Уэстона. Посылка для мистера Уэстона? Ну давай. Вот, да, я тебе говорю, что мне плевать. Давай, вот так, вот так. Вот так, бумс, пока-пока, дебил, блин. О, Дэвин Уэстон. Да, я тебя вроде помню. Детектив на полставки. Кладывай деньги с умом. Эй, постой, постой, это еще не все. Братан, у меня для тебя есть дело. Пять супертачек. Дорогущих тачек. Жирный куш, бро. О, супер. Я знаю, кому это можно поручить. Я связываю тебя с пацаном. Не-не-не, а мне нужен ты именно, твоя команда, профессионалы. А мне плевать, что-то не нужно. О, сын. Я сообщу ему, что я тебя заинтересовал. Но пока насчет тебя я не просчитался. А что тут просчитывать, скажи. Тебе футбол нравится? У меня есть доля в одном спортивном проекте. Рынок тебе нравится. Могу поручить тебе сравненько кое-что. Только скажи. Мне нравится сидеть на диване и смотреть старые фильмы. О, прекрасно. Я хочешь, я тебя сведу с Соломоном Ричардом. Гонишь. Соломоном Ричардсом, кинопродюсером. Он решил отойти от дела, и я собираюсь финансировать его студию. Я свяжусь с ним. Как только ты... Ну, ты понимаешь. Ладно. Надо же. Соломон Ричардс. Вот уж повезло. Повезло, а? Счастливо, мальчики. Отлично. У нас есть после этого целых два задания на выбор. Так, сейчас будет звонок Франклину. Че, как, Майкл? Привет. У меня для тебя есть перспективное предложение. Один знакомый Дэйва. Знакомого агента ФРБ? Что, шутишь? Спокуха. Этот парень работает сам на себя. Набить баблом просто под завязку. Можно большой курс сорвать. Может, встретишься с ним? Ну ладно, поглядим. Мы с Трайвером тоже участвуем. Я серьезно. Это хороший шанс заработать бабла. Такое встречается редко. Ладно, в общем. У нас есть два выбора. Это Соломон Ричардс и Дэвин Уэстон. Начнем с Дэвина Уэстона. Выполним все его задания. Сначала. Это будет в следующей серии. Но пока что с вас лайкосписывайтесь, с меня эпичные видосы. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok